В 255 раз я переписываю это видео, начало я не могу никак сосредоточиться и начать с вами разговаривать, все. Всем привет-привет! В сегодняшнем видео я хотела с вами поболтать снова и ответить на один часто задаваемый вопрос, который мне задают очень часто в последнее время, в основном в инстаграме. Что же означает красная нить на моем запястье? Что она для меня значит? Где я ее взяла? Кто мне ее повязал? И бла-бла-бла-бла-бла об этой красной ниточке. И хочу немного с вами поболтать на тему сглазов и суеверия, вообще суеверная я или нет и все такое. В последнее время в интернете все чаще-чаще люди стали носить эту нитку. Я смотрю на фотографии, чуть ли не каждая пятая девушка надевает на себя эту ниточку. Кто-то надевает на правую руку, кто-то на левую. Я думаю, что даже 50% из тех, кто носит эту нитку, даже не догадываются, для чего она нужна. Кто-то просто носит эту нитку, потому что это модно, потому что какая-то там голливудская звезда, типа Мадонны, носит такую нитку, и значит, я вот тоже ее надену, и я буду супер модной и загадочной и крутой. Обычно считают, что красная нить на запястье это символ увлечения кабалой. На данный момент я не увлекаюсь кабалой, но думаю, что, может быть, придет это время, когда мне станет это интересно, и я начну увлекаться, читать, изучать. Пока я не увлекаюсь, не изучаю и так далее. Но красную нить я все-таки ношу. Конечно, правильно считать все-таки, что эту нить завязывают от злого, плохого, от глазов, для защиты и так далее. Правильно завязывать эту нить все-таки на левую руку, на левое запястье, на семь узелков. И нитку эту должен повязать вам обязательно близкий человек. Это не должен быть священник или монах какой-нибудь суперсвятой человек с молитвой в каком-нибудь святом месте за границей. Нет. Эту нитку может вам повязать самый близкий и родной человек, если у вас взаимная любовь, например, если это ваши родители, бабушка, сестра, брат или любой другой человек, которому вы доверяете, вы на 100% уверены, что у вас взаимная любовь и так далее. Это не значит, что должен быть ваш парень или муж. Это любой-любой человек, который вас любит, которого вы любите, уважаете и, в общем, вы меня поняли. Самое главное, когда этот человек вам будет завязывать эту нить, он должен выслить позитивно, точно так же, как и вы, во время того, как вам будут завязывать. Этот человек может читать какую-нибудь молитву на защиту, да, либо вы можете про себя читать какую-нибудь молитву, просить защиты. Почему завязывают именно на левую руку? Потому что считается, что левая рука у нас берет все самое негативное, а правая отдает. То есть через левую сторону, через левую руку у нас входит вся негативная энергетика, а правая у нас как бы отдает ее. А красная нить, она является препятствием для негатива. Также считается, что левая рука и левое плечо — это желание получать что-то для себя, а правое плечо и правая рука — это желание делиться. Собственно, когда вам повязывают красную нить на левое запястье, у вас появляется такой оберег. Если эта ниточка когда-нибудь порвется, лопнет, значит, что она вас уберегла от суперсильного сглаза или от чего-то плохого. Еще лично я верю, что это не защищает меня от сглаза, от плохого слова, от плохой мысли, потому что я все-таки публичный человек, и много людей смотрят на меня, смотрят на мою семью, потому что, да, я виновата сама, я показываю все это вам, но когда я вам это все отдаю, я не думаю плохо, я не мыслю негативно, то есть я вам дарю добро и положительную энергетику, энергию какую-то, да. Когда вы на меня смотрите, ну, конечно, не все, но есть такой процент людей, которые меня не любят и желают мне плохого, и моей семье, и когда вот такие вещи они видят на мне, там, может быть, какой-нибудь кулон яркий, или нитка красная на руке, потому что она бросается в глаза, я верю в то, что сглаз это отводит, потому что они вначале на это смотрят, и уже не так сильно на меня это передается, даже, может, если на меня это передается, то уже не в такой степени, потому что вот эта штучка, она берет на себя весь удар, поэтому если она когда-нибудь лопнет в один прекрасный день, я буду знать, что был очень жестокий сглаз. Сейчас многие продают эту нить, но правильнее, наверное, все-таки покупать эту нить в специальных центрах Кабалы. Я думаю, что во многих странах есть центры Кабалы, также и в России, и у нас в Казахстане, поэтому не проблема сейчас купить эту нить. Конечно же, настоящую нить нужно там ехать куда-то, брать там кусочек от основной, но я считаю, что необязательно туда ехать, и можно повязать другую нить, купленную у нас в стране, там в специальном центре Кабалы. Главное повязать эту нить с добрыми и позитивными мыслями, да, и верить в то, что она вас защищает, и тогда она будет работать. Во-первых, все наши мысли материальные, да. Если вы верите во что-то, если вы мыслите позитивно, тогда все будет сбываться у вас, и все будет хорошо, да. То есть я верю в такие вещи, верю именно в какую-то защиту, в хороших людей. Я, говорит, верю, да, что эта ниточка, вот она хоть как-то меня ограждает и оберегает, и я думаю, что она поэтому работает. А те, кто не верят в это, то я думаю, что вам даже нет смысла завязывать, потому что вы не верите ни во что. Есть такие люди, к сожалению, не очень люблю таких людей, которые ни во что не верят, и не мечтают, и не фантазируют, и вообще, ну не знаю, как так жить, скучно же на самом деле. Примерно с 11 до 24 лет я была жутко суеверным человеком. Я верила во все гороскопы, вот во все, которые читают по радио, по телевидению, пишут в журналах, газетах, в интернете писали. Я во все гороскопы верила, читала, сопоставляла и прям вот, не знаю, желаете. Когда мне перебегала дорогу черная кошка, то все, я бралась за пуговицу, плевала через плечо, ждала, пока кто-то вперед меня пройдет, чтобы, типа, забрать это все себе, а я уже потом за тем человеком шла, либо машина проедет какая-нибудь. Я жутко была суеверная. Если там соль рассыпешь, если зеркало разобьешь, то все, конец света, 7 лет несчастья, и вообще вы умрете, да? Помню, как я насчет этого парилась постоянно, потому что у меня постоянно бились зеркала всю жизнь. Я постоянно рассыпала соль, постоянно мне дорогу перебегала черная кошка, и я всю жизнь думала, боже, да за что мне это? Почему именно мне она перебежала? Почему именно я разбила зеркало? Почему я рассыпала соль? Настроение у меня после этого падало. Я думала постоянно, вот все, я соль рассыпала, я так, sorry, я там то-то, то-то, я начинала заливать ее водой, там, боже, это такой был ужас. Я вот сейчас как вспомню, это на самом деле все смешно звучит. И в последнее время я вообще не верю в такие приметы. У меня муж, он, Фома, не верующий, это точно, потому что для него это все дико. Видимо, меня всю жизнь окружали такие люди, которые во все это верили, да? Постоянно об этом все говорили, и поэтому я такая стала. А, видимо, моего мужа не окружали такие люди, которые суеверные и постоянно про это говорили, что он тоже бы таким стал. Поэтому он не такой, да, он в это не верил никогда, и он даже знать не знал, что такие какие-то приметы существуют там. И он настолько мне все это внушил, что это неправда, да, что это вообще просто люди сами себе накручивают, и что это люди просто в древности, да, для чего-то все это специально придумывали. Помните, убивали инквизиция, когда была рыжеволосых женщин, потому что думали, что вот они ведьмы. И это специально делалось там для чего-то, ну, в общем, запудрить, чтобы мозг народа. То же самое с этими приметами, да, вот их придумывали специально для того, чтобы народ там запугать чем-то или запудрить мозги. И теперь, знаете, когда я рассыпаю соль или у меня черная кошка перебегает дорогу, я вообще не парюсь насчет этого. Иногда я ложу себе на мышц, такая, ой, черная кошка перебежала дорогу. А потом думаю, так, все, это же неправда. И я спокойненько прохожу или проезжаю, и все нормально. Люди, все нормально, ничего не происходит. Ты тут куда постучала? Я больше верю в то, что позитивные мысли, они материализуются лучше, чем негативные. То есть, если вы будете каждый день мыслить позитивно и мечтать о хорошем, тогда у вас они будут сбываться действительно эти мечты и ваши цели. Так, как у меня это происходит в жизни, я всегда мечтаю и всегда верю в свои мечты. И самое главное, верить в свои мечты. Точиняя мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Верю в эти слова и живу вот так, в принципе, по жизни. И еще хочу посоветовать вам общаться с удачливыми людьми, подальше держаться от негативщиков, от тех людей, которые постоянно сплетничают, кого-то обсуждают и обмывают кости, в общем, негативят, плохо думают, говорят, что все плохо-плохо-плохо, как пиявка из злунтика. Все плохо-плохо-плохо. Вот таких людей я советую вообще выгонять из своей жизни, подальше от них держаться. И тогда у вас тоже будет все хорошо в жизни, поверьте. Периодически я буду снимать такого рода видео, отвечать на вопросы, поэтому пишите в комментариях темы, что бы вы хотели услышать, и ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok